заканчивается впереди знаете что я прошу прощения с тем кто обещал на вебинаре ответить но вы тут пропускаю 10 минут что-то важнее найдем но не могу я все рассказать вот здесь у меня такие супер специалисты они хотят нет они мне считают супер специалистов они мне предлагают такими между видами привитками заниматься вот я займусь вот хотите из принципа не миллионы не хватит миллионов 5 дайте а вот кто мне это посоветовал дайте мне 5 миллионов я все я на я такое вам сотворить чудо почему я могу опираться на это самое на насыщение ментором мичурина и вот я могу напираться на сближение этих межвидовых сортов опять же мичурина я добавил на настроение ментора я могу все это сделать могу но мне надо будет еще прожить лет 20 то мне дайте 5 миллионов я этих самых заложил сад на для человека который будет на эти деньги не а я не успеваю жить все эти годы куплю землю и там будут уже сеансы из моих реактивных гибридов уже сеансы будут вот а следующее поколение мы как раз и получим вот это вот вот это вот вот а потом закрепление еще четыре поколения лет через 30 а я упомянул сеансы а это уже стандарт сюда на подключается получается уже традиционная наука тут уж извините 30 лет подождите пока я сделаю это на 5 лет этого 5 миллиона нет у вас лучше 10 выше земля дорогая одну ограду надо там сто двести тысяч на домик построить надо достать все земли потому что они не огранишься пятью деревьев я часто открытие дело врачи в одно дерево одно какое-то уже открытие дел а тут надо сотни ладно большая шутка так вот то же самое потом поподробнее потому что вот это чуть реальная да и он хочет гибридов сразу видами слив перчика инжирным абрикосов красный черемах и если познал что это тоже водка тоже теперь как сговорить тоже 30 лет это самое малое это ноги 30 лет а я тут не рад без сеансов и не обойдемся без это сама там прививка сеансы прививка сеансы то есть смешать придется наше любительское прививочной тех технологию со стандартным с научным этим опылением то нет 30 нет 40 лет подождите и у вас тоже может быть дома скинетесь вы 5 миллионов и вы 5 миллионов вот ну когда вот эти люди мне получилось горько чуть ли не высмею их ребята не высмеиваю дело в том что это действительно плохо у некоторых из вас у некоторых из вас живет душа мичурина у кого-то из вас можно даже у вас вас я даже пишу допустим вы реинкарнация мичурина душа мичурина гордалась на землю это нормально кстати реинкарнация это нормально поверьте я знаю что говорю у меня примеры есть и доказательства большинство из нас пока роль свою не выполнять на земле будут возвращаться и возвращаться в другом теле и здесь получается что есть такое выражение бодливой крови бога рогов не дает вот и тут вам бы это будет 20 лет бы закончить бы институт вот имея подготовку по железу имея вот этот энтузиазм вот это желание бы и пусть бы вы занимались всю жизнь пусть бы один институт работал бы на будущее пусть бы это расширял горизонт вот это да то есть видите я уже не смеюсь на дворе вот я сейчас пропущу много очень важно так читаю две ваши книги все написано а садоводом могу порекомендовать приобрести все три ваши книги но одна книга только электронная тогда получается 3 так это человек который читает как он пишет по вечерам перед сном потихонечку две книги параллельно молодец вот информация раскладывается по полочкам тоже молодец и вдруг он не помнит или знаю что книг четыре а самая первая вот это вот это вот я могу и рассылать знаете как то что принадлежит мне это рабочий материал я могу как вот допустим вы присылаете мне вот деньги сколько я боюсь когда то ли пятьсот или тысячи рублей вот и говорите а я бы еще вот эту книгу выписал а книга 10 тысяч экземпляров выпущена и давно исчезла из продажи вот и когда-то она будет раритетами и когда ты уже за обычные деньги не купишь это все будет а именно рабочий материал вот тут я имею право рабочий материал созданный моими руками и моими мозгами вот то есть там 15-20 глав и пожалуйста вы говорите я хочу чтобы вы писали мне просто глава 1 2 3 вот это я могу пожалуйста вот потому что уже получается не 3 4 книги вот видите а вот это вот книга который уже я могу выслать моя личная книга это не приемом отношения не имеет вот я и за все время продал умы штук 20 в электронном виде то есть закончилась бумажная книга все мы с Троценко выпускали твердые обложки красивые или или высылал путину журналистам высылал лукашенко высылал зря конечно то есть сейчас у их помощника они сами-то занимаются сами на этим помощником уровень не тот они не могут оценить то в чем не разбираются то есть получается вот это в виде глав рабочий глав который я когда-то высылал курдюмова вот это электронный вариант ну а те две они пока еще покажу почему потому что вы извините кушать то хочется и меня это оценка мы так старались они лежат вам не распространены вот вот это вот 1000 рублей вот эта книга здесь две на близкие премии но она таким языком что любой скажет да господи да чё ж вот это тут любой дурак поймет но извините в науке дураком нет поэтому наука понять не может и вот эта книга ретонного варианта не будет процент против редактор пока не продадим а так как я продаю неделю по одной но это надо 500 недель поняли да то есть такие дела как вы правы большое спасибо за откровенно за честность мужество за то что вы нас просчитает просвещаете нас несчастных вы понимаете садоводы ромать самые счастливые и что пишет человек вы просит нас несчастных садоводов и хоть начинаешь понимать понемногу чем причина наших ошибок деревьев начитавшись купленных книг миллиарды экземпляров их все в костер надо они опасны в лучшем случае на гвозе к туалете когда кончается туалета бумага на обрезалась неистово на кольцо и теперь с болью смотрю на свои искалеченные деревья которые медленно начали умирать желаю вам успеха здоровья Абакан Альбина нынче впервые буду сажать ваши саженцы по заказу вот так вот Альбина на обрезалась а тут товарищ Сергей Сергеевич не отрежет через пять лет персик погибнет причем он не разделил на южно-север на севере любое обрезанное дерево теряет поразостойкость а на юге развлекательство там столько способов я их все знаю знаете верителю на знаю что такое скручивание нашу прищипывание я все знаю только что я бы на юге бы все равно вырастил лучше бы сад без этого скручивания прищипывания и прочего это чаш чаш вот Ольга Федорова дорогой Валерий Константинович ведь все это делается специально умышленно все это видно ни в жену нет я считаю это только дурь наша вряд ли те авторы хотят чтобы у нас не было своих фруктов чтобы мы покупали импортные дорогие не то что в своем саду ну 40 грядер с дерева ну конечно все почти все у меня изгнили вот хотя морозилка забита уже никто не хочет возьмите у меня же три холодильника три морозилки возьмите никто не берет вот она настоящая тут рынок забит они отравлены но это дурь наша это глупость это такая стране живем и вот когда она пишет специально умышленно специально умышленно делается для чего для того чтобы у нас не было садов а просто вот это продать на этом я остановлюсь потому что про эту жуть надо подробнее вот про эту жуть обреченные насмерть десятками тысяч экземпляров вот таких продают но если это блестит знаете что это блестят раны из этих ран нельзя совместить вы увидели знаете как я постараюсь вам сейчас показать по-настоящему смотрите внимательно вот это по двое следите за моим курсором толстый а пошлите прямой видит эту нюханьку веточку-то нюханьку и вот тут вот когда их 1 1 получился срез толстенный а другой тоненький тоненький к одному боку прирастили к одному боку а другой боку так торчил вот так вот смотрите даже вот смотрите вот смотрите видите вот так вот так вот и и тогда вот эту часть берется и срезается и вот с этой страшной раны он поступает в продажу на верную смерть и это крупнейший питомник в россии десятками сотнями тысяч деревьев а откуда я знаю сам фотографии делал так давайте теперь мы видите как шире берем геноцид пчелы тоже самая проблема но уже наше время стекло ребята сейчас самое важное сказать про поразнование одна из причин почему нет этих самых у нас вишеный просит сейчас я быстро пролесну где-то может что-то важное упустил про это будем проходить мы это самый безобидный в мире грипп полезный нужный назвали врагом заменили свою дурь на это на это самое на такой зловещий якобы грипп вот он еще и патогенный в конидеальной стадии и ладно пропускаю в следующий раз вот и пошло поехало и вы тут знаете сколько еще думали ой 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 что я хотя время стекло максим из горного тайска вот приезжал привозил его ко мне в гости как привозил ко мне значит торфун по лодовскобилу мой друг один из ученых с абаканского института охранных проблем вот Гаврил пишет я уже начал забывать здравствуйте были вас торфуном но я недавно вам звонил был у вас в гостях ваши ролики вот этих роликов 6 серий это я посвятил ему то есть он я использую его как он приезжал ко мне а я как хозяин рассказывал свои варианты я он был на тот момент аспирантом а я всегда вот любитель но что мне нравится что он очень внимательно подошел к этому он настолько внимательно слушал мне это понравилось что он же не так как тот пять лет если не не отрезать каждый год то персик погибнет это не такого типа это нормальный мужик нормальный ученый и вот он пишет я ученый занимаюсь плодовыми и ягодными зарплаты маленькие заказы минимальные как мне сделать чтобы вот его сайт да вот он а давайте я попробую на него зайти ну надо помочь человеку он как бы попросил раскрутку вот он вот он Максим Ямтыров я сейчас в первый раз захожу сюда вот его сайт вот он продает саженцы бесплатные рекомендации посадка обрезка профилактика я надеюсь что это такого же типа как мои рекомендации а не как вот то чем мы с чем мы воюем вот его эти заказы скидки вот что я могу сделать смотрите город Алтайск улица Олаганская предварительно позвоните где же у тебя твой телефон так сейчас попробуем найти вот попросил помощи я сам не очень раскручен я был раскручен 10-15 лет назад а потом те люди умерли вот а новое уже с одного что не надо ну где телефон твой так гражданин ямтыров где телефон я так хотел вам помочь вот я не вижу ну допустим я говорю что я на вебинаре расскажу я говорил давай тогда про телефон и про адрес и про все прочее вот давай тогда на следующем вебинаре если отзовешься дружище ну я с тобой на ты мы уже сдружились вот твой сайт у меня он открывается а когда вы получите эту ссылку интерес у вас будет он открываться я не знаю вот он пишет если где-то меня упомянет мне упомянете буду благодарен пароль на закрытую страницу максим вот ну ладно посмотрели еще интереснейшая тема выпадает я собрался вернуться к этой теме здесь идет а здравые я приготовился еще с вами поговорить я собрался тут привлечь телевидение хотя вряд ли времена изменились вот это вот самое пока делайте такие рамки как видите обыкновенный этот как он называется пудляр вот обыкновенные эти самые от буквы эгэ сделанные вот эти эти сердечники от самых от вот вот Мне нужно сделать фильм. Мне нужно привлечь внимание. Нам нужно спасти. Нет, не тысячи. Разве так много гибнет? Нет. Миллионы людей спасать надо. Миллионы. Понимаете, в чем дело? А когда меня поймут, что вы понаделали. Это мой пример. Это я в аварии. Но опять же выходит на следующее время. Время вышло, не успел. Это я в аварии. Вот это вот. Вот это вот, чтобы таких было сделано миллионы. Таких вот. И чтобы спасали людей. Спасали, спасали, спасали. Уходит на следующий раз. А может отдельный фильм сделает. Мне нужна помощь. Вот мне писали 100 рублей. Значит прекрасно. Я за своих на 100 рублей меньше потрачу на рассылку сообщения. Уже спасибо. Вот. Нашему чеку. Но мне надо еще. Мне надо, чтобы кто-то из сайногорцев. Вот. Я помню. Я помню, что меня один раз остановил работник ГАИ. Или как он там? ГИБДД называется. Вот. И отпустил. Хотя мог бы где-то и ошараповать. И я бы ничего не имел сказать. Но он мне, знаете, произнес волшебную правду. Я смотрю ваши фильмы. Значит такой чек есть сайногорцев. Может он один на тысячи сотрудников. Но мне нужен сейчас человек, который будет сидеть за рулем. Мне нужен человек, который даже не опытный никакой. Просто держать камеру, чтобы у него в руках, как у меня, не тряслась. Чтобы потом мордой не тыкали, чтобы железо в руки тряшился. Вот. А помощника нет. А денег на помощника нет. Мне нужно проехаться, снять, попросить вас разослать по всем этим. Потому что наука спит мёртвым сном. Гибнут чиновники, гибнут президенты, гибнут простые люди, гибнут сотнями тысяч. Коллег сколько, сырот сколько. Никто ничего не понимает в этом. Вот тут я думаю, может быть правда нарочно. Может быть насильно много. Но мы-то вымираем. И одна из причин. Вот она. И кровати в геопатогенных зонах. Раковая болезнь. Смерти. Болезни. Ужас этот самый. Лекарство. Нищета. Безработица. И вот это всё. Вот это всё. Те, кто безработица, не могут работать. И здесь столько страшных аварий. Вот на этом участке их было несколько. И поставили этот знак специально. Но не ограничивали движение. Не ограничивали. Не ограничивали. И никто не снижает скорость. Помогите мне сделать этот фильм. Как привлечь телевидение? Уже звонил. Отмахиваются от меня. Прошли те годы, когда меня на руках носили. Сейчас никому ничего не надо. Всё. Выговорился. Всё. Переходим. Мы с вами. В ту комнату где. У нас теперь будет диалог. То есть где мы с вами можем общаться. Вот. Мы сможем общаться. Так. А ещё бы мне хотелось, чтобы мне последнее. Прошу каталог. Прошу каталог. Вы знаете, что получилось? Вот начиная отсюда вот. Это примерно не так. Вот отсюда. Это чуть-чуть реклама. И вот это все люди запросили каталог. И хотя прошло время, никто не сделал заказ. А тут сказано. Цена половинная. А потом всё такие. Что-то мешает людям. Взять и сделать заказ. Не один. Из полутора десятка. А откуда взялась эти полутора десятка? Сафронов по своим каналам распространил этот самый. Моя информация. Тереки заползаны. Семена заползаны. Каталоги разослал. А вот этим ещё разошлю. И ни одного. То есть мне поправить дела пока не удаётся. Да, мне говорят. Ну разве можем выбрасывать? Разошлите бесплатно. Да я вам предлагаю это. Почти за бесплатно. А я искоречиваю яблони, груши, сливы, абрикосы. Вот. А потом пройдёт время. Начнёт расти прямо у меня. И семечки, и косточки, и черенки. Вот. То есть это уже люди, которые решиться не могут. Они далеки от этого. И соблазнило слово полцены. А дальше. Прекрасный каталог. Фотографии. Глаз не отведёт. Вот. Но. Что-то мешает. Видимо, те, кто хотели, тем уже взяли. Теперь мы переходим с вами. Вот сюда. Вот видите, я получил сообщение только по одному. По порежённой. Пусть я не получил. Многие из вас не получили. Многие. Ещё раз прошу вас. Помогайте. Нужны деньги, чтобы мы могли с помощью платных каналов давать рассылки. Бесплатные. Всех не захватывают. Вот такие дела. Бесплатные. Пам ними. Спасибо! Ага.